Григорий Шелихов подарил Аляску Екатерине Второй. Конечно, Григорий Шелихов не открывал Америку, как Христофор Коломб. Не ступал первым из русских на американский берег, как это сделал Михаил Гвоздев и Иван Федоров. Но именно Шелихов приблизил к России Аляску. Он был единственным русским предпринимателем, давшим толчок для заселения и освоения русскими этой части континента. Когда в январе 1962 года рабочий поселок строителей алюминиевого завода Шелихов в 18 километрах от Иркутска получил статус города, мало кто обратил внимание, что в названии города допущена ошибка. Лишь историки и краеведы сполошились по поводу того, что фамилия знаменитого иркутского купца, мореплавателя и промышленника, в честь которого назван город, была Шелехов, а не Шелихов. В июле 2015 года исполняется 220 лет со дня кончины Григория Ивановича Шелихова, было которому всего 48 лет. Ошибку в написании его имени допустили при подготовке распоряжения Совмина СССР о наделении поселка статусом города. Реакция местной общественности уже не могла поправить дело. Указ из-за какой-то одной буквы переделывать никто не стал. Да и повод для ошибки дал отчасти сам Григорий Иванович, подписывавшийся иногда как Шелехов через Е. В историю Шелехов вошел прежде всего как русский первопроходец Аляски. Именно он собирал эти земли и морские просторы под руку России. На каменной глыбе постамента памятника, установленного в городе Шелехове в 1995 году, начертаны пророческие слова Ломоносова, сказанные ученым за 50 лет до появления русских на Аляске. «Колумбы, русские, презрев угрюмый рок, меж льдами новый путь отворят на восток, и наша досягнет в Америку держава, и что во все концы достигнет россов слава». Григорий Шелехов был одним из первых таких россов. Однако его деятельность удивительно долго оставалась недооцененной потомками. Только в 1903 году удостоился он памятника в своем родном Рыльске, что в Курской губернии. Ставили памятник на средства, собранные по всероссийской подписке. Но в 1928 году памятник упразднили. Правда, лет через 30 восстановили, но уже в другом виде. И все с той же ошибкой в написании фамилии. Конечно, Шелехов был не первым, кто узнал об Аляске. До этого там плавали россияне Витус Беринг и Алексей Чириков, знаменитые европейские Джеймс Кук и Жан-Франсуа Лаперус и другие. Но всерьез крайним северо-востоком империи интересовались только такие энергичные и напористые люди, как Шелехов. Освобожденный от ссылки Александр Радищев уже после кончины Шелехова писал. Какие люди, хотя бы этот Григорий Шелехов, не берусь судить об его нравственных качествах, но крылом его утлых, без единого железного гвоздя, сшитых кораблей русские люди вписали последнюю страницу к 300-летней затяжной истории открывания Америки, в которую генуэзец Христофор Колумб сделал первый и нечаянный шаг. Григорий Шелехов начинал приказчиком у сибирских купцов, разъезжал по Восточной Сибири, торговал на Чукотке и Камчатке. В то время смекалистого и удачливого приказчика приметил Трапезников, известный сибирский купец-старовер. Он женил Шелехова на своей внучке Наталье, оказавшейся под стать энергичному Григорию. Несмотря на то, что тесть Шелехова разорился перед смертью, он передал молодым карту плавания к Иллиутским островам и к американским землям, а также к кубышку с золотыми монетами. Охотск в то время хоть и считался базой освоения Северо-Востока империи, здесь, к слову, были построены корабли Беринга Святой Петр и Святой Павел, давшие название будущей столице Камчатки Петропавловску-Камчатскому, но был маленьким, грязным городишком. Порт выбран был неудачно. Две реки Охота и Кухтуй, между которыми он расположился, наносили в акваторию много песка. Добираться сюда из Иркутска было далеко и неудобно, поэтому все грузы шли через Якутск. Летом на телегах, зимой на санях. Далее сюда следовали через Охотское море, на Камчатку, в Петропавловск, а уж потом на Аляску. Мыслящий по-государственному, широко, Шеликов искал другие пути. Он мечтал о незамерзающей гавани. Хорошо бы где-нибудь поближе к кустю Амура, чтобы оттуда можно было наладить торговлю со всеми странами Дальнего Востока, да и Аляску осваивать. Он писал, Сужу я, что необходимо распространять мореплавание наше по Тихому океану далее нынешних пределов, в Кантон ездить, в Макао, Батавию, на острова Филиппинские, Мориканские. Он плавал сам и отправлял экспедиции на Курилы и Алиутские острова, торговал с Японией. В 1784 году Шеликов заложил первое поселение будущей Русской Америки. Встало оно на острове Кадьяк, отделенном от материка узким проливом, носящим ныне имя Шелихова. Совсем негладко начиналось освоение россиянами далекой Аляски. Местное население эскимосы встречали колонизаторов отнюдь не с цветами, а с оружием в руках. Немало россиян, прибывших к берегам Аляски во главе с Шелихом, пало в кровавых стычках с аборигенами. Кончилось тем, что вернувшись на негостеприимные берега с достаточно большим числом хорошо вооруженных людей, Шелихов жестоко отомстил эскимосам. По разным данным, было убито от 500 до 2500 тысяч аборигенов. Еще около 1000 было захвачено в плен. После того, как страсти улеглись и установились мирные, даже дружественные отношения с местным населением, плавания в Америку стали регулярными. Шелихов, думая о будущем этого края, организовал школу для детей и аборигенов, готовил из них мастеровых людей, поощрял земледелие, скотоводство. В 1791 году он с компаньонами организовал северо-восточную компанию. Уже после смерти Шелихова по ходатайству его зятя и наследника всех прав Николая Рязанова ее преобразовали в русско-американскую компанию. Акционерами стали российский император и многие из придворных. Большой удачей Шелихова было назначение управляющим компанией Александра Баранова. За 20 лет его кипучей деятельности на этом поприще, в том числе и после смерти Шелихова, русские поселения расстроились не только по Аляске, но и продвинулись далеко на юг до Калифорнии, тогда еще находившиеся в испанском владении. Исполняя волю Шелихова, Баранов установил тесные торговые отношения и с Калифорнией, и с Гавайскими островами, и даже с далеким Китаем. Его имя в русской Америке стало так же популярно, как и Шелихова. Особенно уважали его индейцы, называя на своем языке человеком, которого не берут стрелы. И не напрасно. Баранов носил под одеждой кольчугу тонкой работы, от того и стрелы отскакивали от него, не нанося вреда. Каждый раз, бывая в столице, Шелихов уговаривал императрицу выделить средства на освоение русской Америки. Но особых успехов на этом поприще так и не добился. Привез из Петербурга лишь полученные в награду золотую медаль и серебряную шпагу, до дарованные потомкам дворянства. В очередной раз, вернувшись в ставший для него почти родным Иркутск, Шелихов, человек здоровый от природы и закаленный в тяжелейших походах, неожиданно тяжело заболел. Доктора так и не смогли определиться с диагнозом. Поэтому до сих пор не ясно, что именно стало причиной смерти главы процветающей компании. Есть подозрения и на отравление, устроенное конкурентами. Так или иначе, 31 июля 1795 года Григорий Шелихов умер в Иркутске. Здесь и был похоронен в стенах знаменитого монастыря. На его могиле высечены слова эпитафии, написанные Гаврилом Державиным и Иваном Дмитриевым. Колумб здесь российский погребен, приплыл моря, открыл страны безвестны. Но зря, что все на свете, тлен направил паруса в океан небесный. Статья подготовлена Анатолием Буровцем и Константином Ришицем публикуется в журнале Загадки Истории в 2015 году. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Анатолием Буровцем